Дэнг! Привет! Hi guys! Всем привет! Привет! И сегодня мы слушаем Грузию. Певец, бывший архитектор, прошел на X-Factor. И победил! А теперь он едет на Евровидение. И сейчас мы будем его слушать. Очень интересно. И его ролик набирает обороты. Он популярный. Его смотрят клип. Будет он петь вместе с бэк-вокалистами. Но они все поют с бэками. Да, у него три бэк-вокалиста. Внимание! Слушаем! Ох ты! Ох ты! Неожиданно для Грузии. Интересно. Очень интересный голос вообще. Ох ты! Меня захватило сразу. О-о-о-о! Очень круто! Я бы не сказала, что он архитектор. О-о-о-очень здоровый. Прямо. Ну это похоже больше на стиль таких уже прошедших годов. Но это круто. А он уже, кстати, взрослый такой человек. У него рок с электро что-то такое. Да, электро-рок. Электро-рок. В стиле. Ну это здорово. И таких еще не было в этом году, по крайней мере. Он тоже такой единичный экземпляр. Это очень неожиданно. В последнее время Грузии ездили такие балладные в основном композиции. Но они решили по поводу... И они давно не выходили даже в финал. У них, получается, не было, да, национального отбора? Был, был, был. Но когда увидели национального отбора, он народ выбрал. Нравится. Очень хорошо. Мне очень нравится его баллад. Очень хорошо. Решили... Грузия решила сменить формат. Удивить. В этом году все решили удивить. Уверена за него будут голосовать поклонники такой музыки. В конце сказали на фронту. Мы слушали до этого в основном очень много молодых. А это такой более старшего поколения. И музыка более к старшему. Хотя... Ну я не сказала совсем. Ну не совсем, нет, нет. Ну немножко более серьезных, что ли. И все, это кончилось. Грузия удивила. Вот честно, удивила. Слов нет. Очень хорошо. Даже не знаю, вот что можно сказать по такой композиции. Неожиданно. Неожиданно. Здорово. И неординарно. Но он все равно будет проигрывать вирусным песням, мне кажется. А людей такого, любителей такого формата не так уж и много, я бы сказала. Ну... Ну это не попсовая, потому что музыка это... Эта музыка хороша. Не знаю, как ее будет. Смотрим на букмекеров так. А, пятнадцатая. Она... Это тоже. Она рядом со Швейцарией, рядом с Нидерландой. Но Нидерланды вообще шестнадцатое место, так что... То есть они где-то здесь среди таких хороших хитовых песен. Поймите в этом... Но учитывая то, что Грузии повезло, она в этом году идет во втором полуфинале. Значит, у меня есть все шансы сто процентов пройти. Потому что первый полуфинал очень сильный, очень много фаворитных песен. И в первом полуфинале легко затеряться. Во втором шансов больше. Поэтому Грузия пройдет, однозначно пройдет. Как сложится дальше на финале, ну, это уже даже не столь важно. Я думаю, что это достойно. Это достойно. Сама композиция просто, в принципе, достойная. Достойная. Это хорошо. Это здорово. Вот, например, даже те, кто не побеждает, их все равно знают. Все равно запоминают. Песни крутят в клипах, в рекламах, в разных фильмах. Я очень много натыкаюсь на то, что песни именно с Евровидения вставляют разные фильмы и рекламы. И вообще просто они на слуху. Они хитовые, они классные. Так что победа – это не самое главное, что может быть. Да. Вот, можно завоевать популярность и фанатов просто не выигрывая. Найти свою аудиторию и вот быть в ней. Да. Певец Старника, мы желаем вам удачи. Да. Кстати, песня у него «Принимай меня таким, какой я есть» – это очень крутая. У нескольких композиций уже в этом году подобный посыл. «Принимай меня таким, какой я есть». То есть люди испытывают проблемы общения в обществе. Ну… Всем пока. Всем пока. Пока. Мы вас любим. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Мы вас очень любим. Баунс.